Следующий часто используемый подход — это возврат значения через указатель. Давайте снова рассмотрим пример с функции maxElement, только в данном случае функция будет немножко умнее. В том случае, если передали пустой массив, функция maxElement будет сигнализировать об этом и сообщать, что в массиве нет максимального элемента. То есть, действительно, если функцию для поиска максимального элемента передать в пустой массив, то максимального элемента там нет. Для этого в качестве возвращаемого значения функции maxElement мы будем возвращать логическое значение. Возникает вопрос, как нам вернуть непосредственно значение максимального элемента, который мы нашли. Для этого мы добавим еще один параметр к параметрам функции. Это будет указатель на результат. То есть, в качестве третьего параметра данной функции мы будем передавать указатель на переменную, куда нужно записать результат. Соответственно, что происходит в функции? Изначально мы инициализируем переменную, которая отвечает за возвращаемое значение из функции, первым элементом массива. И дальше пробегаемся по всему массиву и смотрим, не нашелся ли какой-то элемент, который больше, чем текущий максимум. Но текущий максимум, в отличие от предыдущих реализаций, он будет храниться не в локальной переменной, а в той переменной, указательной которой нам передали функцию. Соответственно, когда цикл закончится, в переменной, на которой указывает указатель res, будет находиться максимальный элемент массива. Ну и раз уж массив оказался не пустым, и мы дошли до конца функции, то мы возвращаем значение истину. То есть мы нашли максимальный элемент массива. То есть он действительно есть, и мы его нашли. Давайте посмотрим, как вызывать такую функцию. У нас есть массив из 10 элементов. Как-то мы диспроэнциализировали, здесь треуточие я поставил для того, чтобы просто не специфицировать, что мы туда записали. После этого создается переменная, в которую запишется результат, то есть запишется максимальный элемент. И при вызове функции maxElement мы передаем туда начало массива, указатель на элемент, следующий за последним, и указатель на переменную, в которую должен записаться результат. Более того, так как в некоторых случаях функция maxElement не возвращает результата, то есть если ей передадут пустой массив, то мы обернем вызов функции maxElement в условное выражение. В данном случае мы передаем сюда явный массив. Понятное дело, что так как здесь явно записано m и m плюс 10, то m не равняется m плюс 10. Но если бы сюда передавали просто какие-то два указателя, которые пришли к нам в другую функцию откуда-то, и мы не знаем их происхождение, то могло бы так произойти, что тот массив, который мы передали в функцию maxElement, он был бы пустым, и, соответственно, условное выражение имело бы смысл, потому что, в том случае, если массив действительно пустой, то мы не можем вывести максимум. Если передать в эту функцию пустой массив, тогда переменная maxElement внутри нее не изменится, и мы будем всегда выводить 0, что не всегда является карьером. Продолжение следует... Продолжение следует...